Всем привет! Вы смотрите Эко-Новости. На ТВК ближайшие несколько минут о событиях в сфере защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. Поводок в Красноярском крае уже несколько недель является главной темой. Сейчас власти говорят, что ситуация начинает стабилизироваться. Это можно заметить и потому, как уходит вода. Тем не менее, последствия, о которых мы говорили уже не раз, могут быть самые разные. В том числе и экологические. Где-то поводок положительно влияет на экологию. Например, замминистра Башкирии заявил, что поводковые воды помогают чистить дно рек и хорошо влияют на нерестовые процессы. В других местах увеличение уровня воды может быть опасно для экосистем. Например, если сильно большой сброс, может произойти и термический удар, говорят экологи. Это негативно отразится на обитателях водоемов. Как поводок отразился на экологии Красноярска, это мы спросили у руководителя проектов Ассоциации экологических расследований Сергея Михайлюты. В черте города водоохранные зоны и прибрежные территории – это не только промышленные объекты или какие-то захлопленные, загрязненные территории. Это действительно их состояние оставляет желать лучшего. И когда происходит подъем воды и потом вода отступает, она уносит вместе с собой значительную часть загрязнений, которые были на береговой территории. Для этого надо, чтобы службы природоохранные и муниципальные работали согласованно, чтобы, скажем так, те промышленные объекты, которые находятся в водоохранной зоне, они следили за тем, чтобы ничего с поверхностным штоком не попадало в воду. Ну и, естественно, нужно запрещать строительство в водоохранной зоне и в ближней территории, которая подвержена подтоплению, потому что загрязнение реки, мы понимаем с вами, что это недопустимо. А вот такой неприятный инцидент произошел в Челябинской области. Там мать и ребенок покрылись сыпью после того, как искупались в озере Тургаяк. Пострадавшие написали обращение региональному замминистру экологии Виталию Безрукову. Они попросили запретить купаться в водоеме и ограничить к нему проход. В ответ на это чиновник заявил, что качество воды в водоеме хорошее, а у сына и матери могла начаться обыкновенная аллергия на цветение определенных деревьев. К слову, у их отца, который не поехал на отдых с семьей, сыпи не оказалось. Шотландские ученые научились превращать пластик в ванилин. Вы спросите, как такое возможно? Так вот, исследователи из Эдинбургского университета вам ответят, что возможно. Они смогли превратить пластик в ванильный ароматизатор с помощью модификации кишечной палочки. Эксперименты показали, что если добавить теплую смесь бактерий к разложившимся пластиковым отходам, большая часть материала превратится в пластиковый ванилин. Его, как заявляют эксперты, можно использовать для производства косметики, чистейших средств и даже создавать ароматизаторы. К слову, исследователи уже говорят, что если испытания нового продукта пройдут успешно, он станет настоящим прорывом в борьбе с пластиковыми отходами. Потому что если раньше пластик занимал огромное количество места на полигонах и загрязнял окружающую среду, то сейчас его можно будет практически полностью перерабатывать в сырье. Сразу 15 городов вошли в зону повышенного загрязнения воздуха. Это данные российской экологической партии «Зеленый» за 21-27 июня. Правда, наш город в эту зону не вошел. Красноярск расположился на 42-й строчке в конце списка с загрязнением в 3 микрограммы на кубический метр. Самым грязным городом за этот период стал Тольятти, на втором месте Краснодар, а на третьем – Челябинск. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха, по данным общественников, за неделю. Наиболее загрязненными районами с 28 июня по 1 июля оказались Центральный и Ленинский. А самыми чувствами стали Октябрьские и Советские районы. На этом все. Вы смотрели ЭК-Новости на ТВК. Увидимся. ЭК-Новости на ТВК.